Я не знаю, что может оценить блогер и что он сделал в жизни, поэтому я не особенно, так сказать, близко к сердцу принимаю заявление какого-то соезжего гастролера. Но комплексность набережной означает, что это должно быть общественное пространство, достаточно протяженное. И мы формируем общественное пространство, по сути дела, на участке от Виноградовского моста, до регистрационной палаты. А если сказать больше, то вообще говоря, общественное пространство должно включать в себя остров Таташев, набережную реки Енисей и набережную реки Кача. То есть это такое разветвленное общественное пространство благоустроенных зон, которые примыкают к водным объектам. В чем я согласен с критикой, что во всех городах люди стремятся освободить пространство около воды. И мы это последовательно стараемся делать. Та парковка, которая существует на набережной, это, я напомню, это компенсационная парковка, бесплатная парковка. Безусловно, она не может занять всю набережную. На сегодняшний день мы выделили там пешеходную зону для того, чтобы люди могли беспрепятственно, не беспокоясь за пересечения с маршрутами движения транспорта, осуществлять пешеходные прогулки, кататься на велосипедах. И мы в дальнейшем будем тоже изучать этот вопрос, чтобы сделать так, как удобно людям. Что касается синего парка, значит, ко дню строителя, строители обещают убрать заборы. Убрать заборы, которые сейчас там мешают нормальному движению и нормальному перемещению. Там будет открыта большая парковка, которая встроена в тело самого здания. Парковка, если я не ошибаюсь, более чем на 200 машиномест. Это означает, что вот он цивилизованный подход к тому, мы долго говорили, где эти парковки, где эти парковки. Вот они появляются, эти парковки. Это непростой процесс, это сложная задача. Легко говорить тем, кто обсуждает труд других людей. А делать дело это всегда сложнее, всегда это серьезнее. Поэтому я надеюсь, что после того, как и рассчитываю на то, что когда будут убраны заборы, ограждающие строительную площадку, набережная будет совершенно уже по-другому смотреться. Это будет действительно единое пешеходное пространство. Я категорически против того, чтобы было сквозное движение по набережной от речного вокзала до культурно-исторического центра. Потому что если мы это согласуем, то тогда можно будет действительно сказать, что набережная не для пешеходов, а для автомобилей. Думаю, что в процессе вот такого итерационного, постепенного согласования и поиска оптимального решения с горожанами, мы найдем в конечном итоге оптимальное решение. Но я думаю, что нужно быть диалектиком. И если быть диалектиком, то прогресс, общественный прогресс, связанный с тем, что общество предлагает новые инициативы к реализации на набережной реке Енисей, появляются новые интересные для горожан формы отдыха. Это неоспоримо. И я уверен, что это означает, что у нас все в наших руках, и мы дальше, двигаясь по этому пути, сделаем нашу набережную для себя. Не для каких-то блогеров заезжих, а для себя. Сделаем приятной, комфортной и удобной. Продолжение следует...